В апреле прошлого года нашим друзьям подбросили больного котенка с глубокой ранкой на шее, который не мог самостоятельно кушать и постепенно умирал. Мы решили его забрать, чтобы попытаться вылечить и затем отдать его в добрые руки. Это была самая долгая история за все время существования канала. История, которая длится уже более 10 месяцев. Мы прошли через несколько ветеринарных клиник, десятки врачей и уколов, горы съеденных лекарств и три тяжелые хирургические операции. Прямо сейчас в этом выпуске вас ждут ответы на самые главные вопросы. Как зовут нашего главного героя, что будет с ним в дальнейшем и нашли ли мы ему хозяина. А также вы узнаете, куда кот поехал и что случилось в дороге. Не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я сделал, но этого уже не изменить. Смотрите, пожалуйста, видео целиком до самого конца и тогда вы не пропустите ничего важного. Я приветствую вас, друзья, и желаю вам приятного просмотра. Ребята, вы сумасшедшие! Вы совершили для меня нечто феноменальное. В прошлом видео я попросил на Новый год 700 тысяч подписчиков. Нам оставалось меньше 10 тысяч, но вы прыгнули выше головы. И за последние несколько дней на наш канал подписалось около 200 тысяч человек. 200 тысяч, ребята, как? Я не знаю, как вы это сделали, но вы заставили меня верить в невозможное. Пожалуйста, только не останавливайтесь. Продолжайте стучать по красной кнопочке под видео, и тогда мы с вами точно достучимся до миллиона. Спасибо вам огромное. Это самый невероятный подарок на Новый год. Наверное, самые внимательные зрители, услышав про три операции, с удивлением хотят спросить меня. Сань, как же так? Почему три? Ведь ты нам только про две рассказал. Да, ребята, уже три. Прошлый выпуск очень обрадовал большинство из вас и вселил надежду, что котика вылечили окончательно, и подобное больше не случится. Вы были так счастливы, что я не хотел вас огорчать. На самом деле, все не так гладко, как хотелось бы. Если в двух словах, то после контрольной операции, которую провела Ирина Романовна, достав из ранки какие-то странные штучки, эта ранка действительно очень быстро затянулась, все аккуратно зажило, и даже не осталось никаких следов. Но тут появилась новая проблемка. Примерно через месяц у кота стала опухать другая сторона. Вскоре там образовалась такая же рана, только уже ближе к лапе. Поспешив с котом к нашим докторам, мы стали проходить по новой весь курс лечения, ежедневно ощупывая теперь уже другую сторону. Было подозрение, что и там находится нечто подобное, что дает такую реакцию организма. Через несколько дней нам назначили дату операции и тщательно почистили всю эту сторону. У врачей несколько версий по этому поводу. Но без нужного оборудования, которого у нас в городе нет, практически невозможно поставить правильный диагноз. Бедный кот, сколько ему пришлось натерпеться. Третья операция за полгода. Что же с ним произошло до того, как он попал к нам? Из-за чего начался весь этот ужас с бесконечными абсцессами, которые появляются в разных местах его тела? Жаль, что мы вряд ли это когда-нибудь узнаем. Конечно, некоторым ничего не стоит написать, что проще усыпить кота и не мучиться, чем возиться с ним и тратить на это деньги. Вам ведь обязательно нужно нагадить своими грязными советами, вместо того, чтобы пожелать терпения или вообще ничего не писать. Правда? Наш усач после третьей операции спал до самого вечера. По очереди мы дежурили около него и следили, чтобы он не вставал и случайно не свалился с кровати в таком состоянии. Ближе к ночи котик стал ходить, попил водички и даже замурлыкал. А уже утром снова был как огурчик. Мы периодически посещали докторов, чтобы снять швы и консультировались по поводу дегельминтизации. С тех пор кот чувствует себя хорошо. Вот только рано, все равно периодически гноится и там образовывается дырка. С чем это связано, у нас пока ответа нет. За это время мы уже даже как-то и привыкли, что он все время с нами. Особенно Катя успела его полюбить, а он очень полюбил ее. Мы уже даже забыли о главном, что должны найти ему хозяина. Но потом на нас буквально обрушились сообщения от некой девушки по имени Анастасия. Настя живет в Могилеве. С первого взгляда влюбилась в этого котика и хочет забрать его в свою семью. Она писала нам каждый день, интересовалась его здоровьем и просила присылать ей фотографии котика. Девушка изучила всю нашу историю и осознавала, что ему требуется постоянный уход, забота и ежеминутная повышенная внимательность. Все понимала и была готова к такой огромной ответственности. Мы часто и долго общались, просили девушку рассказать о себе и своей жизни, после чего поняли, что ей можно доверять. По всей видимости, эта девушка идеальный кандидат на должность хозяйки коту. Решили, что сами доставим питомца к ней домой, назначили дату и стали готовиться к, пожалуй, самой решающей поездке. Мы договорились на субботу, собрали абсолютно все его вещи и все документы с историями болезни, чтобы передать их новой хозяйке. И тут меня стала накрывать непреодолимая тоска. Вроде должно быть радостно, ведь наш красавчик едет домой в добрые руки хорошего человека. И это довольно-таки счастливый момент. Но что-то радостью даже и не пахло. Кать... Кать, надо ехать. Кать... Пока, котик. Тебя там будут любить. По традиции, разделить со мной эту дальнюю и грустную поездку согласились мои родственники. Это моя сестра Алена и ее супруг Леша. Вы уже знакомы с ними по истории про Ютика. Кот не понимал, что с ним происходит, куда его опять везут и чего ждать на этот раз. Ведь обычно такие поездки заканчивались болючими уколами и другими болезненными процедурами. Но в этот раз мы едем гораздо дольше и дальше. Удивленными глазами он смотрел в окно на огни проносящихся машин и мелькающие деревья. Чем дальше мы уезжали, тем больше и тяжелее становился камень на душе. Меня не покидало чувство, что я определенно что-то делаю не так. Так, еще дома я думал, ну что тут такого, ну отдадим кота хорошему человеку. Он будет жить в большом городе, где много хороших клиник и всякого разного диагностического оборудования. Я понимал, что ему там будет хорошо и это мною двигало. Ведь мы изначально так и планировали, не у себя оставить кота, а именно найти ему семью. С этой целью и выпустили самое первое видео и даже вас просили распространять его. И вот же, нашли. Но что-то пошло не так. В дороге что-то будто перевернулось внутри меня. Это трудно описать словами, но в душе будто какой-то страх. Вы думаете это всего лишь какой-то код? Это уже часть нашей жизни. Мы ведь вместе прошли через такой нелегкий путь. Мы же столько пережили вместе с ним. А сейчас я его просто отдам и больше не будет его в нашей жизни. Они с Соней больше не будут по утрам на подоконнике высматривать птичек. И не будет бежать впервые всех встречать с работы свою любимую Катю. А как же он без своего лучшего друга? Очень тяжело, очень тяжело осознавать, что ты прямо сейчас вычеркиваешь что-то очень родное из своей жизни. А эти сборы будто заметали следы, пусть и тяжелых, но безумно приятных времен твоей жизни. Мы свернули с дороги и решили сделать остановку, чтобы еще раз все окончательно обдумать. Я рассказал своим родным все, что меня беспокоило, и они меня полностью поддержали. Оказавшись между серьезным и очень важным выбором, нужно было взять себя в руки и прямо здесь и сейчас решить все раз и навсегда. Я сделал несколько звонков и принял окончательное и, как мне кажется, верное решение. Не знаю, поддержите вы меня или нет, но... Но я понял, что не могу и не хочу его никому отдавать. Быть может, это странно и вы хотите спросить меня, а где ты раньше-то был? Да откуда я знаю, где я был раньше? Как ни крути, но его никто не знает лучше, чем мы сами. А как же Настя, спросите вы? Ведь она так хотела этого котика. Я позвонил ей, но об этом чуть позже. Просто досмотрите до конца. Эта поездка дала мне возможность все переосмыслить и ответить самому себе на главные вопросы. Я понял, что уже давно нашел ему идеальную хозяйку. Это Катя. Вы бы только знали, как он ее любит. Кот прибежит из любой комнаты, если она его позовет. Даже если он где-то крепко спит или вкусно кушает. Этой парочке умиляются абсолютно все, кто приходит к нам в гости. Вот знаете, говорят, животные сами выбирают себе хозяина. И он выбрал Катю. Отныне это ее кот. И теперь они вместе навсегда. Кстати, помните фразу из первой части? Имя мы ему не давали. Пусть этим занимается его будущий хозяин. И будущий хозяин, а точнее хозяйка, придумала ему имя. Знакомьтесь, теперь этого красавчика зовут Мишка. Мишаня очень любит всех нас. Любит свою Катю, своего братишку Босса и свою Соню. С которой у них изо дня в день то романтика, то драки, то еще что-то. Он любит нас, а мы все любим его. Девушка, которой мы должны были завести кота, отнеслась с пониманием и полностью поддержала мое внезапное решение. Я передумаю его отдавать. Я извинился перед ней, и мы пожелали друг другу всего хорошего. Мишка вдоволь натерпелся за эти нелегкие времена. И теперь он заслуженно счастлив. Отныне это его дом, который он не покинет уже никогда. И еще кое-что. Если вы хотите увидеть полную версию всей этой истории от начала и до конца, то дайте мне знать об этом в комментариях. А также проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Будьте счастливы. И никогда не выбрасывайте своих домашних животных. Что бы ни случилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok